Продолжение следует... Внешние инвесторы понимали, что потенциал региона очень большой и туристический, и образовательный, и надо это развивать и упаковывать в бренд. У нас существует, в каждой истории существуют индивидуальные особенности. И как раз для решения этих индивидуальных особенностей создаются различного рода структуры поддержки бизнеса. Они могут называться по-разному, но суть их, безусловно, одна. То есть, имея определенный опыт и компетенции в сфере продвижения бизнеса, снять с конкретного бизнесмена нагрузку на прохождение всех этих сложностей. Мы здесь увидели опыт, тот, что эти механизмы работают. С другой стороны, опять же, я вижу определенное недоверие у бизнеса к этим механизмам. И вот сейчас буквально я уговаривал коллегу воспользоваться одним из этих механизмов. Я доведу эту историю до конца. Если это будет определенным тестом для моих коллег из территории бизнеса, я посмотрю, как для них этот кейс будет разрешен. И на самом деле будет очень интересно, насколько действие этой структуры соответствует ожиданиям бизнеса. Конечно, очень большую роль играет не только регуляторная практика, то есть нормотворчество того или иного уровня, играет в немалой степени вопрос воли первых лиц регионального уровня, муниципального уровня. То есть, это такая, ну так скажем, общая атмосфера, общий настрой, который в регионе, я надеюсь, поменяется. У нас есть очень большой потенциал войти не то, что в двадцатку, а в первую десятку. Конечно, покупательский спрос, низкий покупательский спрос не позволит развиваться так же активно нашему бизнесу, как в крупных городах, в той же самой Тюмени, в той же самой Москве, в Казани, которые заняли первые места инвестиционного рейтинга. Но, тем не менее, где-то идти не так далеко за ними мы вполне способны. Для этого есть все предпосылки. Самое главное у нас есть возможности улучшить существенные условия для ведения бизнеса. Другое дело, что, конечно, этим надо заниматься очень тщательно и быстрых результатов прям вот завтра мы не получим.